Текст слова молодого писателя, Миши Самарского, который он для интернет-слушателей сформулировал в марте месяце. И от этой отправной точки мы перейдем к писательскому форуму. Если можно, видео, пожалуйста. Не на поиску все чаще и чаще приходят письма отзвездов с одними и теми же вопросами. Миша как-нибудь удалось издать книгу, сколько это стоит, не знаю, с кем я обращался. Иногда даже приходят письма с просьбой помочь опубликовать произведения и так далее. Знаете, я думаю, что мне просто повезло. Может быть, кому-то тоже там повезет, кто-нибудь тоже видит, не знаю. Но меня вот такая высадка. Вы знаете, сколько у нас в стране молодых талантливых авторов, студентов в школе? И есть беда, очень серьезная. Эти юные таланты со временем отказываются от мыслей стать писателями, поэтами. И не потому что они слабы. Нет. Просто в какой-то миг приходит осознание, что их творчество никому не нужно. Я считаю, что это действительно беда. И я думаю, что любому талантливому школе, студенту нужна государственная поддержка. Такая есть поддержка, но она мизин, она микроскопическая. И что же теперь? Давайте посмотрим, что сейчас происходит. Мы читаем модные американские книги, слушаем американские музыки, смотрим американские фильмы, ходим на спектакли американских и других английских авторов. И я опять же согласен, все хорошо, все прекрасно. Но скажите, кто сейчас в мире читает молодых русских авторов? Назовите мне фамилии сценаристов, писателей, поэтов из России, которых знает весь мир. Я говорю именно о молодых и современных. Сейчас все закончены экономикой. Главная задача – интегрировать российскую экономику и работу. Интеграция российской культуры не менее важна. Понимаете? Государство обязано нам помогать. И на первом этапе можно создать какое-нибудь молодежное творческое объединение. Не важно, как оно будет называться. Главная задача и цель. Ну, допустим, если произведение того или иного признают в России талант, почему бы его не издать на других языках? Немецком, английском, японском, китайском, французском и так далее. То есть государство должно сделать все, чтобы этого автора узнали. А завтра в какой-нибудь стране кто-то пожелает снять кино про его произведение, поставить спектакль. И таких драматургов, сценаристов, писателей и поэтов должны быть тысячи. И они есть. И мы не имеем права их терять. Сейчас о России судят в основном Ковы Достоевскому, Коварю, Кунину, Лермонтову, Толстому, Пушкину и так далее. Это все прекрасно. Это все очень хорошо. Но этого очень мало. Понимаете? Это очень мало. Мы должны разрушить миф о современном россиянине, как о лентяе, алкоголике и неспособном человеке. Мы должны... Вы спросите, как это сделать? Как разрушить миф? Только с помощью внедрения в западную культуру нашего современного искусства, нашей литературы, нашей культуры. И я считаю, что мы не должны дать другой культуре загнить нашу самобытность, наши культурно-исторические традиции. Мы должны сделать так, чтобы у западного читателя появилось желание изучить русский язык, приехать в Россию, посетить исторические места. Но, если хотите влюбиться в нашу руку, но одними призывами и зазываниями этого добиться очень трудно. И я обращаюсь ко всем заинтересованным людям, ко всем руководствам нашей страны. Давайте поднимать авторитет России через русское слово, через нашу русскую культуру, через наше номинациональное искусство. И я считаю, что мир просто не с нами. Мы долго скрывались за железными и железно-бетонными занавесами. Пора открыть в наше лицо, нашу русскую душу, наше сердце. И я считаю, что мир можно завевать не только так, как и так, как и так, и про любовь, но и видеть. Мир полюбить России, а любовь спасена. Если бы эти слова говорил кто-либо из сидящих здесь мэтров, я думаю, что мы бы, в принципе, не удивились и, в принципе, также согласились со смыслом сказанных слов. Но я хотел обратить внимание на то, что эти слова сказаны, ну, по сути, ребенком, который ощущает это не на логическом уровне, а на интуитивном, что ситуация в целом назрела и что молодое поколение готово производить изменения, готово инициировать, готово призывать и готово действовать. Именно поэтому, когда я увидел это видео, я понял, что, значит, сегодня мы делаем то дело, которое будет интересно и поддержано и молодежью. И писательский форум, значит, это мероприятие, которое мы делаем в рамках Санкт-Петербургского книжного салона, стартовало в апреле 2011 года. На открытии этого форума собрались многие умные, мудрые, значит, облеченные властью люди. И проблема была сформулирована, значит, в присутствии губернатора города, значит, Сергея Вадимовича Степашина, значит, Сергея Сизаевского, руководителя Федерального агентства печати массовых коммуникаций. Значит, кроме этого, сам разговор строился, по сути, на очень клубной основе, когда Михаил Вилли, Даниил Александрович Гранин, там, Николай Стариков, Ник Перумов, другие писатели, значит, журналисты, Алексей Венедиктов присутствовал на этом круглом столе, затронули ключевую, одной из ключевых проблем современного развития книжного дела и писательского мастерства. Это продвижение автора в мир. Сегодня есть индустрия российская, но для многих российских авторов, вот моя личная точка зрения, что, например, для Михаила Виллира этого уже недостаточно. Сегодня тот уровень вопросов, который он поднимает, он называет, он является общечеловеческим, и он должен читаться в разных странах и народах одинаково успешно, одинаково популярно и одинаково заинтересованно. Сегодня у России есть тот потенциал, который должен быть выплеснут. И международный писательский форум, который, значит, задумывается как площадка, где будут встречаться лучшие писатели России, где будут возникать договоренности с иностранными издателями о переводе и продвижении российских авторов за рубеж. Значит, эта площадка, она должна стать той инфраструктурой, которая обеспечит стабильность этого процесса. Сегодня в России практически нет литературных агентств и агентов. И когда мы разговаривали с Андреем Максимом, когда я приглашал его на первый писательский форум, это был один из вопросов, который его волновал. Где агенты, как бы, значит, не должен писатель заниматься продвижением своего продукта в индустрию книжную. Индустрия должна общаться с литературным агентом, с писателем и договариваться о дальнейшем его продвижении. То есть мы должны перевернуть ту модель, которая сегодня существует. В сегодняшней модели издатели во многом диктуют условия для авторов и, по сути, тем самым снижают в том числе и потенциал распространения этих авторов. И, на мой взгляд, если мы создадим ежегодную площадку федерального уровня, на которой будут ставиться острые вопросы, мало того, задача писательского форума — это прорвать медийное пространство. Медийное пространство, которое нас окружает, значит, оно заполнено огромным потоком информационного шума, в котором нет книги, нет писателя и, как правило, нет глубоких мыслей. И, на наш взгляд, Санкт-Петербург как базовая площадка для создания такого энергетического котла или такого источника сигналов для всей страны, очень приятный, очень хорошая, приятная площадка для того, чтобы раз в год из Санкт-Петербурга слышался голос писателей на всю страну. Санкт-Петербург